всем привет вы слышите алексея халецкого и это видео посвящено высокой империи в сидмейс цивилизейшн 6 до после выхода аддона райзен фолл в шестой циви тоже стало возможно играть высокую империю правда немножко вас огорчу победить вот играя только в 3-4 города как это было в пятерке тут не получится вам сера все равно придется в дальнейшем либо ставить больше городов либо захватывать себе еще города и таким образом получать новые районы это все из-за того что тут все-таки механика завязана на очки великих людей от районов наука зависит от районов опять же культура именно от количества районов они от их качество в некотором смысле и поэтому до после во второй половине игры количество городов очень сильно влияет но в отличие от оригинальной шестой цивы без дополнения в райзен фолл 3-4 ранних города позволят вам в начале очень неплохо развиться за счет того что теперь в них будет много жителей соответственно вы сможете поставить больше районов которые дадут вам бонус и а эти жители еще и будут клетки обрабатывать хорошие соответственно сами по себе жители будущее науку с культурой давать в общем есть неплохие бонусы и из-за того что каждый район стоит дороже это получается в новых городах когда у вас их там 6 7 и так далее уже эти районы строить очень очень дорого и долго в то время как высокие города вам уже будут давать бонус ну я уточню по терминологии кто не в курсе высок высокая империя это когда мало городов и они растут ввысь тубишь много жителей в них есть еще широкая империя когда много городов но они такого маленького размера и так какие же два ключевых фактора которые нам позволяют играть высокую империю это во-первых правительственная площадь вот она которая как раз появилась райзен фолл и губернаторы они работают в связке самое главное в правительственной площади это здание зал приемов это здание нам позволяет получить сразу довольство и жилье в городах с губернаторами вот о чем я говорю почему здесь губернаторы это связка с правительственной площади в чем была проблема в оригинальной цели играть высокие города да потому что мы очень быстро упирались в потолок роста у нас не хватало жилья и довольство для того чтобы расти дальше амбар могли построить но в принципе еще несколько плантаций несколько ферм которые увеличивали жилье ну тогда мы упирались в довольство на этом собственно весь рост и заканчивался здесь же благодаря правительственной площади и городам в которых сидят губернаторы мы можем расти очень быстро и очень далеко и если раньше например вот госслужба чтобы ускорить госслужбы у вас должны должен быть город в 10 жителей если раньше у меня довольно редко получалось к моменту открытия госслужбы и ускорить то сейчас я еще какой-нибудь там исторических хрониках еще вот эти не открыл цивики а госслужбы уже ускорено потому что у вас есть высокий город стратегия проста когда вы находитесь в древнем мире до античности вам надо построить поставить 3-4 города кстати райзен фол поменялась механика подсчета стоимости поселенцев теперь их стоимость строительства не зависит от того сколько вы поселенцев построили она зависит от эпохи в древнем мире для всех поселенцев стоимость производства будет одинаково в следующей эпохе она чуть возрастет следующей эпохи еще возрастет нет базовая стоимость 80 сейчас 85 несмотря на то сколько я поселенцев построен Всегда стоимость будет одинакова. Поэтому вы можете в начале вот их 2-3 штуки построить и сразу поставить. Почему всего 3-4 города, я говорю? Причины две. Во-первых, у вас не будет просто больше губернаторов. Вот сами посмотрите, мы получаем одного губернатора с открытия трудовой повинности, второго губернатора с губернаторского титула и третьего губернатора со строительства зала для приемов. В принципе, четвертый губернатор где-то вот в этих цивиках будет, но вы не успеете их все открыть. Видите, тут можно еще 2 губернатора, но вы не сможете вот прям все открыть, чтобы 5 городов поставить. На самом деле, круче всего работает три, пожалуй, города. Ну и четвертый, если он быстро поставлен, если у вас действительно хорошие места, тоже будет очень неплохо. То есть вы ставите города, отправляете в них губернаторов и не забываете, естественно, в столице построить правительственную площадь и в нем, в правительственной площади, зал для приемов. Кроме того, для этой стратегии важен губернатор Магнус. Его я рекомендую брать первым и сажать сразу в столицу. То есть вы в столицу будете отправлять караваны, которые будут отъедать другие города. Почему? Потому что у него есть такое повышение, как логистика избытков. Все ваши торговые пути в этот город дают плюс 2 пищи в пункте отправления. То есть вообще в принципе в столице у вас обычно больше всего районов, которые будут другим городам давать пищу и производство. Так тут еще и губернатор будет плюс 2 пищи давать. Вкупе с тем, что он дает плюс 20% производства пищи в этом городе, где он находится, то есть в нашем случае в столице, то у вас получается все города, заточенные вначале на пищу, они получили бонус к довольству и к жилью от губернаторов, которые тут находятся, и от правительственной площади, и начинают очень быстро расти. Вообще в шестой цивилизации города растут намного быстрее, чем в пятерке. Ну естественно не забывайте все равно строить ферму, потому что на одних караванах вы не пройдете. И еще очень неплохо в античности свалиться в темный век и взять в темных веках карточку изоляционизм. Ну я сейчас не могу ее показать, потому что я не в темном веке. Изоляционизм дает вам еще 2 еды и 2 производства на ваших внутренних торговых путях. Мало того, что Магнус 2 еды дает, так еще и эта карточка 2 еды и 2 производства. И у вас получается в город идет 4 еды и 2 производства, и это еще не считая того, что в столице у вас будут какие-то районы, которые тоже будут давать эту самую еду и производство. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Если вы сомневались заходить ли в игру, потому что вы там ничего не поймете, то сообщаю, что разработчики улучшили обучение, добавив кучу пояснялок с картинками в формате комиксов. Да и развитие теперь ускорилось. Так что заходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и используйте кодовое слово «Леша играет». Только не забудьте, что изоляционизм не позволяет вам строить поселенцев и основывать города. Поэтому эти самые 3-4 города вы должны основать до того, как возьмете эту карточку изоляционизма. Еще лучше вообще до античности. То есть вам надо очень быстро спешить. Правда, конечно, есть вариант, что вы не свалитесь в темный век, что вы в золотой или в нормальный попадете. Не скажу, что это прям так уж критично. Просто изоляционизм – неплохой бонус для этой стратегии. Но в принципе, если не получилось, то все равно города... То есть тут важна именно правительственная площадь и Магнус. Вот это важная комбинация. Ну и другие губернаторы, естественно, тоже важны. То есть вы сначала берете Магнуса, потом его прокачиваете в логистику избытков. Это вторым. То есть не берете второго губерната, а прокачиваете Магнуса. Единственное отличие – если у вас есть рядом сосед, и вы боитесь, что он на вас будет нападать, то тогда, конечно, лучше взять Виктора все-таки и посадить его в пограничный город. Но обычно 3-4 города всегда есть куда поставить. В это время идете по цивикам в трудовую повинность, раннюю империю. Ну смотрите, смотрите, что у вас там ускоряется. То есть в те социальные политики, которые дают вам губернаторов, которые дают вам возможность построить правительственную площадь. И дальше еще вот в оборонительную тактику, историческую хронику. Тогда вот у вас хватит на 3 города губернаторов. То есть видите, еще раз повторю, раз, два, три, четыре. Но так как нам надо прокачать Магнуса на одно повышение, то это будет, считайте, 3. То есть это 3 губернатора и Магнус с одним повышением. И возможность у вас все хорошо с культурой, вы еще в исторические хроники успеете. Тогда для 3-4 городов будет. В технологиях, естественно, прямой наводкой в деньги. Вам надо открыть деньги, построить центры коммерции, чтобы у вас было 4 каравана. То есть как минимум в 3 городах построить центры коммерции, 4 каравана, чтобы эти самые города ваши внутренние отъедать. За счет того, что у вас есть довольство и есть жилье, вы быстро отъедаете эти города. Здесь быстро строите еще районы. То есть научный, военный лагерь, производственный. И потом, либо если у вас есть сосед рядом, то, естественно, строите армию, старайтесь его захватить. Потому что выгоднее на данном развитии игры захватывать чужие города, которые уже построили свои районы и от которых вы будете получать бонусов. Если соседа рядом нет, то ставите, начинайте ставить свои города на свободные, хорошие места. Но ядро вашей империи, вот эти 3-4 высоких города, за счет вот этой стратегии развития у вас уже будут. Надеюсь, я помог вам понять немножко эту стратегию лучше. Играйте в умные игры, не забудьте заглянуть на consoleworld.ru. Ну и поставить лайк и поделиться этим видео. Всем пока.